15 января исполнилось 6 лет со дня создания Следственного комитета Российской Федерации. По этому поводу будем беседовать сегодня с руководителем отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления. Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике Наталья Целькова. Наталья Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Следственный комитет. Дела какого характера отданы в компетенцию Следственного комитета? К нашей компетенции относятся уголовные дела о преступлениях, представляющих большую общественную опасность. Это убийство, это умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть человека. Это изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Это преступления, совершенные в отношении несовершеннолетних, тяжкие и особо тяжкие. Также к нашей компетенции относятся налоговые преступления, дела коррупционные и ряд других. А также уголовные дела о преступлениях, совершенные лицами особого правового статуса, депутатами, адвокатами, полицейскими. В общем, самые важные, какие-то самые страшные вещи, которые угрожают безопасности наших граждан. В 2016 год, какие можно уже итоги подвести по этим делам? Я полагаю, что мы очень продуктивно поработали. Вот приведу цифры. На 64 следователя проведено около 5000 доследственных проверок. Возбуждено чуть более 1400 уголовных дел. В суд направлено 1000 уголовных дел. По фактам совершения 1500 эпизодов преступной деятельности. Это очень серьезная нагрузка, да? Справляетесь? Ну, куда деваться? Что касается одного из направлений работы – коррупция. Здесь, как в этом году поработали. Ну, расследование коррупционных преступлений – это также одна из наших функций. И это тот вид деятельности, на которой делается достаточно большой упор. В 2016 году было возможно 241 уголовное дело в отношении 117 лиц. То есть уголовных дел коррупционной направленности. В суд направлено 97 уголовных дел в отношении 190 эпизодов преступной деятельности. В основном – это получение взяток, это мошеннические действия с использованием служебного положения, это коммерческий подкоп, ну и ряд других статей Уголовного кодекса. Как правило, привлекались муниципальные чиновники за совершение коррупционных преступлений, ну, также и сотрудники правоохранительных органов, например, полицейские, сотрудники службы исполнения наказания. Ну, судя таких громких дел, которые на слуху, это дело в отношении руководителя государственной службы занятости Чувашской республики, который привлекался по факту получения взяток, был уже осужден он в прошлом году, получил небольшой срок лишения свободы, но с условным отбыванием. Также было громкое дело в отношении бывшей сотрудницы Минэкономразвития Чувашской республики, также по факту получения взяток она привлекалась к уголовной ответственности, но у нее были чуть более тяжелые статьи, она привлекалась за совершение преступления в крупном размере, и поэтому получила более суровое наказание, было ей назначено, в виде лишения свободы. Большой срок и со штрафом, многомиллионным штрафом. А чаще всего все-таки чем заканчивается исход расследования? Какое наказание получает? Все-таки какие-то условные штрафы, еще что-то? Нет, в основной своей массе это все-таки лишение свободы, особенно если речь идет о квалифицированных видах преступлений, и, конечно, назначаются штрафы. Причем сумма штрафов достаточно большая. Еще одно направление, с которым Россия уже достаточно давно борется, и горный бизнес. В Чувашии, как в этом году ситуация? Как вообще ситуация? Ну, действительно, это тоже одно из направлений нашей деятельности. Я даже приведу данные не за прошлый год, а за два последних года, потому что именно за два последних года активная работа проводила следственное управление в этом направлении, вместе с другими правоохранительными органами. Так, за два последних года, за 15-16 год, было возбуждено 25 уголовных дел по фактам незаконной игорной деятельности, и была прекращена, посечена деятельность с 55 точек, где люди занимались незаконным игорным бизнесом. При этом данные точки работали под видом и кафе, интернет-кафе, букмекерских контор. И действительно была развита большая сеть и по Чувашии, и по городу Чебоксарам непосредственно, и достаточно большое количество людей увлекалось в эту деятельность. Большие суммы доходов излечены. Вообще за два года около 350 миллионов сумма ущерба составила. Среди громких дел, тоже последних, это уголовное дело в отношении 10 человек, которые извлекли преступный доход на сумму 338 миллионов рублей. То есть они работали в городе Чебоксары. Вообще достаточно вот те люди, которые занимаются деятельностью, достаточно, скажем так, нагло себя ведут, поскольку изымается у них, тут пресекается их деятельность, изымается это оборудование. И буквально были факты, когда на следующий день эта точка снова открывается и работает. Даже по одному уголовному делу были случаи, когда пять раз открывалась точка, несмотря на то, что изымалось оборудование, игровое и компьютерное, тем не менее, они снова открывались. Как думаете, может, не знаю, ужесточить наказание за это? Почему такое происходит? Ну, я думаю, может быть, и следует ужесточить наказание, но фактически, может быть, раньше так широко этой деятельностью не занимались. Сейчас активно... Потому что было легально все. Да, было легально. Потом как-то, пока учились это расследовать, еще раз пытаю, они же действуют достаточно конспиративно, у них методы работы, ведения работы. Но сейчас научились, поэтому вот такие большие цифры и по уголовному делу, и по количеству людей, которые задерживались и привлекались к уголовной ответственности. Что касается направления, где были в том числе жертвы незаконной обороты алкогольной продукции. Громкий, по-моему, прошлый год, 15-й, вернее, позапрошлый был. А в 16-м тоже какая ситуация сейчас? Ну, действительно, вот если мы вспомним итоги прошлого года, да, у нас со стороны сколыхнули факты вот отравления массового, отравления незаконной алкогольной продукции, которые повлекли смерть людей. Вот ведь я напомню, да, это все-таки мы имеем в виду сейчас контрафакт, да, это не какой-то боярышник на стойке. Да, а что касается у нас, у нас тоже, правда, не в прошлом году, а позапрошлом году, как вы справедливо заметили, в 2015 году в конце года отметилось тоже таким печальным событием. У нас умерло три человека, значит, которые употребляли суррогатный алкоголь. И дело расследовалось, но оно было начато в 2015 году в конце, фактически было завершено в 2016 году, и именно в 2016 году, в конце 2016 года дело было направлено в суд. Было установлено факт преступной деятельности целой организованной преступной группы, там действовал семейный подряд, знакомых, друзей привлекали. Закупали в Московской области вот эту вот контрафактную продукцию с контрафактными марками и продавали ее здесь населению, это и в городе Чебоксара, в Алатаре. Такие факты были в некоторых других районах республики. И вот, как я уже сказала, три человека от этой деятельности умерли, они от этого алкоголя умерли. И был проведен целый массив следственных действий, почти целый год все это расследовалось. 98 томов уголовного дела, более 150 экспертиз было проведено по этому уголовному делу. Более 200 человек были допрошены в качестве свидетелей, потерпевших. И вот по итогам такой значительной деятельности дело было направлено сначала прокурору для решения вопроса о подтверждении омбительного заключения, а затем последующим и в суд. Но более таких громких дел у нас в республике не было. Сейчас все закончилось, все расследование, участники вот этой вот... Сейчас они пристанут перед судом. Перед судом, и только потом уже выйдет... Да, да. То есть уже в этом году мы должны увидеть итоги судебного решения, итоги судебного рассмотрения данного дела. Я думаю, что наказание будет справедливым. Вы руководите отделом по приему граждан. В каких случаях гражданам непосредственно нужно обращаться в Следственный комитет сразу же? Ну, конечно, в первую очередь тогда, когда в отношении этих граждан совершено преступление, которое подследственно нашему органу. Ну или им стало известно о том, что в отношении них планируется какая-то такая преступная деятельность. Во втором случае, тогда, когда, допустим, в отношении лица расследуется уголовное дело или проводится доследственная проверка, и им кажется, что какие-то их права, интересы нарушены или могут быть нарушены, вот в таких случаях люди, как правило, к нам и обращаются напрямую. Как это происходит? То есть они же чаще всего, да, звонят по телефону, там, 02, полиция, дальше. Каким образом все-таки к вам попадает обращение? У нас вообще несколько способов обращения в наши органы. Прежде всего, это можно направить обращение по почте. То есть, как по старинке, скажем так, как раньше направляли, отправляется по почте. Второй момент, вы можете прийти в любое здание, в любое помещение, где находится подразделение, то или иное подразделение нашего следственного органа, и оставить там, там есть почтовые ящики, которые экспонент вынимаются каждый день, и оставить свое обращение там. Можно передать обращение посредством личного приема. То есть, опять же, в каждом здании есть дежурные сотрудники, которые вызываются и принимают у вас обращение, непосредственно могут какую-то консультацию вам оказать, и, значит, обращение принимается. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с руководителем отдела по приему граждан и документационному обеспечению Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике. Наталья Ицельковой. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok